Великолепный зенитно-ракетный комплекс С-75 обладал одним существенным недостатком. Он не мог работать по целям, летящим на предельно малых высотах. Однако это оказался способен сделать его наследник С-125 «Нева». Рассказ о нем в фильме «Оружие». Широкое применение зенитно-ракетных комплексов в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов показало их высокую эффективность при отражении массированных налетов авиации противника. Советские системы С-25 и С-75 были предназначены главным образом для уничтожения воздушных целей на высотах от 3 километров и более. Поражение низколетящих самолетов было почти невозможно. Трудности возникали из-за отражения сигнала радиолокатора от объектов, расположенных на земле. В этих условиях стало очевидным, что штурмовая авиация противника будет работать на предельно малых высотах. В Советском Союзе работы над первыми маловысотными зенитно-ракетными комплексами начались еще в 1955 году. Была поставлена задача создать мобильный ЗРК, способный эффективно бороться со всеми типами самолетов противника на высотах от 100 до 5000 метров и дальностью поражения целей до 18 километров. Разработкой новой системы, которая получила индекс С-125, занялось конструкторское бюро номер 1. КБ номер 1 основано в 1947 году. К 1955 года по настоящее время разрабатывает и выпускает зенитные ракетные комплексы, составляющие основы вооружения войск противовоздушной обороны С-25, С-75, С-125, С-300, С-400. Продукция КБ-1, ныне концерн ПВО «Алмаз-Антей», зарекомендовала себя высокими тактико-техническими характеристиками и широко поставляется на экспорт. Долгие годы руководителем предприятия был академик Александр Расплетин. Непростая задача создания маловысотного ЗРК потребовала нетривиальных технических решений. Одно из них — необычный внешний вид антенного поста С-125. Система имеет еще одну характерную особенность. При работе на пересеченной местности дальность действия комплекса сильно ограничена. Время подлета авиации противника к позициям зенитчиков минимально. В связи с этим конструкторами было принято следующее решение. При вхождении цели в зону поражения С-125 ракеты могли выпускаться автоматически. Этот вариант подвергся критике со стороны руководителя КБ Расплетина. После доклада конструкторов он спросил, значит, если цель не вошла в зону, то пуск ракеты невозможен? Получив утвердительный ответ, возразил, так дело не пойдет. Надо всегда иметь возможность пустить ракету. Не попаду, так попугаю. В результате система была переделана таким образом, чтобы только сигнализировать о разрешении на пуск. А офицер наведения мог пустить ракету в любой момент. В 1956 году опытный образец радиолокационной станции для нового комплекса поступил на полигон Капустин-Яр. Вскоре на этом же полигоне приступили к летным испытаниям ракеты В-600. Она была разработана конструкторским коллективом под руководством Петра Грушина. В-600 стала первой советской твердотопливной зенитной ракетой. Она состояла из двух ступеней, снабженных пороховыми реактивными двигателями. Новые методы наведения на цель предотвращали столкновение ракеты с поверхностью Земли. В-600 – управляемая зенитная ракета. Длина 5,9 метра. Стартовая масса – 923 килограмма. Боевая часть – осколочно-фугасная, с готовыми поражающими элементами. Радиоэлектронное оборудование комплекса С-125 было построено на полупроводниковых приборах и печатных платах. Переход на новую элементную базу значительно осложнил работу специалистов головного производственно-технического предприятия «Гранит», которые занимались монтажом системы. Наша задача была состыковать кабины, выпущенные разными предприятиями. В процессе стыковки мы обнаруживали и устраняли неисправности, которых было, в принципе, достаточное количество. Зенитно-ракетный комплекс С-125 «Нева» был принят на вооружение в 1961 году. Развертывание первых зенитных ракетных полков, оснащенных «Невой», началось в московском округе ПВО. С-125 – мобильный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маловысотными воздушными целями. Название по классификации НАТО – СА-3 «Гуа». Дальность поражения целей – от 6 до 25 километров. Высота поражения целей – от 0,3 до 12 километров. Максимальная скорость поражаемых целей – 1500 километров в час. Комплекс С-125 был способен сопровождать одну воздушную цель с наведением на нее двух ракет. «Нева» устойчиво работала в условиях активных и пассивных радиоэлектронных помех. Аппаратура комплекса располагалась в автомобильных «кунгах», за счет чего повысилась его мобильность, а время развертывания и свертывания значительно сократилось. В 1963 году создание С-125 было отмечено Ленинской премией. Для оснащения кораблей Советского военно-морского флота была разработана модернизированная система, которая получила обозначение «Волна». еще одна модернизация была проведена для поставки комплекса за рубеж. Помимо, значит, такой плановой работы по обеспечению техникой наших войск, у нас были особые поставки. Особые поставки – это техника, которая шла за границу. Комплекс поставлялся в 35 стран. Среди них Алжир, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Египет, Индия, Ирак, Йемен, КНДР, Куба, Перу, Финляндия, Югославия. По признанию специалистов всего мира, С-125 относится к лучшим образцам вооружения ПВО. За 25 лет в зарубежные страны было поставлено 523 комплекса. Война во Вьетнаме стала звездным часом зенитно-ракетного комплекса С-75. Время Печоры, так назвали Неву, в экспортном исполнении. Наступило в ходе боевых действий на Ближнем Востоке. В 60-е годы С-125 имел гриф совершенно секретного оружия. Поэтому применение его во Вьетнаме было весьма ограниченным. Советские военные больше всего опасались не бомбардировок американской авиации, а того, что новый ЗРК попадет в руки военных из Китая, отношения с которым у СССР в это время серьезно испортились. Поэтому на счету С-125 было всего лишь несколько сбитых американских самолетов. В полном объеме свои тактико-технические характеристики Печора продемонстрировала чуть позже. После так называемой «шестидневной войны» 1967 года Египет и Сирия были разбиты. Израильская авиация завоевала господство в небе и периодически наносила массированные бомбовые удары по военным и промышленным объектам этих стран с целью подорвать их экономический потенциал. Такую тактику в Израиле называли «войной на истощение». В 1970 году в целях оказания помощи своим ближневосточным союзникам Советский Союз приступил к проведению операции «Кавказ». В ее рамках на территорию Египта были переброшены зенитно-ракетные комплексы С-125 с боевыми расчетами. Они были сведены в дивизию, которая выполняла задачу усиления египетской противовоздушной обороны. Появление нового комплекса вызвало шок у противника. Во-первых, 125-й работал в другом частотном диапазоне, и на израильских самолетах не было эффективных радиоэлектронных средств противодействия. Во-вторых, израильские пилоты, уходя от хорошо известного им комплекса С-75, который к этому времени уже был на вооружении египетских ПВО, опускались на малые высоты и тут же становились легкой добычей для Печоры. Во избежание потерь израильтяне стали обходить позиции советских зенитчиков на большом удалении. В этих условиях, как и во Вьетнаме, расчеты ЗРК стали прибегать к тактике засад. Они отказались от стационарных железобетонных капониров и постоянно меняли боевые позиции. 30 июня 1970 года ракетой с нового комплекса был сбит первый израильский «Фантом». А уже через три недели, 18 июля, произошло крупное боевое столкновение. Четыре израильских самолета были сбиты, три получили сильные повреждения. Советские потери составили восемь военнослужащих. За полтора месяца боев только зенитно-ракетными комплексами С-125 было сбито девять самолетов противника. Вскоре налеты израильской авиации прекратились. Египет поспешил закупить новые Печоры для своих войск ПВО. В 71-м году, по-моему, мы передавали 18 дивизионов в Арабскую республику Египет. 18 дивизионов прошли у нас, причем сроки были ограничены. Мы состыковали эти комплексы, отвезли их, их передислоцировали на стрельбы в Ашулок, потому что в Копьяр арабов не пускали. По данным югославских военных, 27 марта 1999 года двумя ракетами зенитно-ракетного комплекса С-125 в небе над Балканами был сбит американский самолет-невидимка Ф-117. Печора по своей надежности является одной из лучших систем ПВО. За долгие годы эксплуатации она не исчерпала свой ресурс и может состоять на вооружении еще 2-3 десятилетия. Субтитры создавал DimaTorzok